Касамжамар Токаев выдвинут кандидатом в президенты от Нур-Атана. Об этом на внеочередном съезде политобъединения объявил председатель партии Нур-Султан Назарбаев. Он отметил, что Токаев является достойным гражданином страны, который может претендовать на высший госпост. Подробнее о ходе работы съезда расскажет моя коллега Упан Бегали. Нам сейчас она на прямой связи из Дворца Независимости. Упан, добрый день. Что у тебя нового к данному часу? Спасибо. Студия только что завершился съезд партии Нур-Атан. И, конечно, главным событием сегодняшнего дня стало выдвижение Касамжамар Токаева на пост президента. Как отметил Ельбас Нур-Султан Назарбаев, Токаев является современным государственным политиком. В 90-х, после развала Советского Союза, Токаев принимал активное участие в восстановлении нашей экономики. Начинал внешнюю политику нашей страны. Напомню, 65-летний Касамжамар Токаев вступил в должность главы государства 20 марта текущего года. До этого он занимал пост председателя Сената парламента. Как подчеркнул Нур-Султан Назарбаев, Касамжамар Токаев внес большой вклад в развитие нашей страны и является достойной кандидатурой на президентские выборы. Предлагаю послушать его интервью. Ношу на рассмотрение съезда вопрос о выдвижении кандидатуры Хасамжамар Токаев на пост президента Республики Казахстан. Много лет под совместной работой считаю самым достойным на сегодняшний день кандидатом на эту высшую должность в стране. Касамжамар Токаев в первых дней независимости работал рядом со мной на самых разных ответственных участках. Между тем, Касамжамар Токаев отметил, что он будет продолжать политический курс первого президента Казахстана Нур-Султана Назарбаева. Ну а прямо сейчас мы побеседуем с депутатом Сената парламента Айтимовой Бирганом. Бирганом Сарин, здравствуйте. Скажите, пожалуйста, как вы оцениваете выдвижение кандидата на пост президента Касамжамар Токаева? Я думаю, что для многих политиков, по крайней мере, может быть и граждан нашей страны, это ожидаемая кандидатура в президенты. И то, что я с каким вот ожиданием пришла на съезд, и вот это ожидание мое было оправдано. Асамжамар Токаев является известным нашим государственным и общественным деятелем. Человек, который стоял у истока в создании, рядом с президентом, создания нашей независимой страны, нашего государства. Особенно в части определения внешней политики, он был действительно соратником и помощником главы государства Нур-Султана Абишевича Назарбаева. Поэтому президент Назарбаев знает Касамжамар Токаева очень хорошо. Он назначал на многие должности ответственные. И я не скрою, то, что Касамжамар Токемельевич стал заместителем генерального секретаря Организации Объединенных Наций, это тоже был проект президента Назарбаева. Поэтому и Касамжамар Токемельевич и после этого стал, конечно, больше известен и на глобальном уровне. Хотя он был министром иностранных дел, безусловно, его знали все государства мира. Но тем не менее, как вот дипломата всемирного дипломатического корпуса, это был, конечно, у него хорошая возможность заявить о себе и быть узнаваемым и заслужить определенное уважение. И, безусловно, он воспринят был как хороший менеджер и как действительно очень опытный дипломат. Но как вы думаете, чем будут отличаться эти выборы от всех предыдущих, которые были до этого? Эти выборы уже отличаются тем, что у нас, в отличие, наверное, вообще-то будет исторический такой момент, его будут цитировать и на него будут делать тоже ставку. Казахстанский лидер Ельбаса проявил такое, в общем-то, глобальное лидерские качества. И когда посчитал нужным, и он ушел в отставку, но не ушел совсем из политики, он будет, как уже Ельбаса, первый президент нашей страны, он будет все равно контролировать, наблюдать с разных вот этих точек, конституционно его сегодня занимаемой должности и совета в партии и ассамблеи, он будет наблюдать все равно, смотреть, в каком направлении государство дальше движется. И вот есть такие принципиальные ценности, конституционные, незыблемые. Вот чтобы эти незыблемые ценности все-таки не изменялись. Я благодарю вас, Берганым Саримович, спасибо вам большое. В студии я напомню, что мы беседовали с депутатом Сената парламента Берганым Атимовой. А я напомню, что президентский внеочередные выборы назначен на 9 июня текущего года. И на этом у меня пока вся информация к данному часу. В студии.